Живем и процветаем товарищи, с вами товарищи Атомные и лазерный взводный месяц. Мы продолжаем наше обучение, so continue our tutorials, and today we're gonna learn rules of engagement. Ну и сегодня у нас третья тренировка, правила боя. Приветствуем вас в третьей тренировочной миссии, сегодня мы поговорим о правилах боя более детально. Выбираем снова космопехоту. Нужно нам расположить одного космодесантника. Дальше размещаем командира. Заканчиваем фазу размещения. Переходим в режим выдачи команд. Сегодня мы поэкспериментируем с различными установками правил боя. Эти правила управляют тем, как будут отвечать ваши подчиненные на действия врага. В общем-то, правила боя разделены на две категории. Реакции на бой и реакции на передвижение. Сейчас мы начнем с реакции боя, в бою, которая происходит. Выберем своего космопеха. Отправляем его вот сюда. В общем-то, мы можем переключать правила боя над каждой точкой движения, куда мы передали. И над этой точкой, собственно, показывается, какой режим правил установлен. Дальше пробегаем вот сюда. Выбираем командира. И проводим его вот сюда. Заканчиваем фазу. И смотрим, что у нас происходит. В общем-то, боевые реакции происходят только тогда, когда у подчиненных не осталось, ну, нету приказов для того, чтобы действовать. Или все приказы закончились, да, которые были заданы на этот ход. После этого, после того, как ваши подчиненные выполнили приказы, мы видим, что командир с настройкой, ну, с боевым поведением стрелять по умолчанию, выстрелил в сканера. А вот космопех, у которого стоит приказ не стрелять, не выстрелил, ничего не сделал. То есть, видим разницу в победении. We see the difference in behavior. Okay. Going to issue orders. Переходим к выдаче приказов. Select the ground. Выбираем космопеха. The small green bulb above the ground on the right indicates the current status of combat reactions. Green indicates hold fire and red fire at will. В общем-то, у нас вот эти квадратики под здоровьем, да, бойца, говорят о том, в каком статусе у него стоят боевые приказы. Справа у нас показывают боевые реакции. И зеленый означает не стрелять, а красный огонь по своему усмотрению. Ммм, ну это тяжело. That's like a hard to memorize that, actually. Да, реально тяжело запомнить это. By the way, I'm playing version 3.10, like with a single-player campaign, because there are different versions of LaserSquadnyMessels. Кстати, пользуясь моментом, скажу, что я играю в версию LaserSquadnyMessels 3.10. В ней есть одиночная компания, просто есть ряд версий различных LaserSquadnyMessels в интернете, и вот эта с одиночной компанией. The status of rules of engagement are also shown above the selected unit graphic below. В общем-то, статус правил боя также показан вот здесь вот, в графике боевой единицы. А, вот он, вот, 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 показывается. Move the ground here. Left click on the highlighted position below. Отправьте Космопеха сюда. Вот и все. Now we were going to test the different movement reaction rules. The status of movement reactions is indicated by the bulb on the left of the unit. Сейчас мы протестируем разные реакции движения. Статус реакции движения показан слева, вот здесь вот, да, вот эта левая точка, это у нас реакции движения. Окей, so this is the reaction of movement. Окей, good, хорошо. Select your commander by left clicking on him. Выбираем командира. Set click on halt on sightseeing below. Выбираем приказы движения остановиться при обнаружении врага. This instruction tells commander to stop and cancel remaining orders if the spots an enemy unit which was not already visible at the start of the turn. Эта инструкция приказывает командиру остановиться и отменить все приказы, если он увидит врага, который не был виден в начале, ну то есть в этом ходу. Окей, and turn, заканчиваем. Hold and see how it's going. Смотрим, что у нас происходит. Notice the commander ignored the scanner because it was already spotted at the start of the turn, but stopped when he saw an exterminator. Very nice tutorial. Очень хорошая на самом деле тренировка, да. Мы, то есть здесь говорите, заметьте, что командир проигнорировал сканер, который мы уже видели в прошлом ходу, но остановился, когда увидел нового противника, а именно бота. Вот, так вот. Окей, ищу orders, переходим в выдачу приказа, select grant by left-clicking, выбираем у нас космопеха. Click on the retreat on site button below. Переходим в режим отступить при обнаружении врага. This instruction tells the grant to retreat from the spotted enemy unit back along the path he came until the enemy unit is out of sight. Эта инструкция приказывает космопеху отступить от обнаруженного врага, до того, пока не исчезнет он из взгляда. Вот так вот. Окей. Move the ground here, left-clicking, highlighted position below. Двигаемся сюда, космопеха. Select your commander, back-clicking. Выбираем командира. Move the commander here, двигаем командира сюда. And turn, заканчиваем фазу. And seeing what's going on. Мы смотрим, что происходит. Окей, this returned back. У нас космопех вернулся назад. Мы видим, что космопех вернулся назад, как только обнаружил вражеского AI-бота. Но командир не остановился и продолжил бежать, потому что он бежал в противоположную сторону и не увидел вражеского бота. Важно запомнить, что те подчиненные, которые двигаются или стреляют, могут смотреть только вперед себя. А когда они стоят на месте, то не могут осмотреться. Это конец всех тренировок. Мы готовы к бою. Окей. Ready. Готовы. And there is a campaign mission. Тут у нас есть миссии именно компании. So, rookie, veteran, elite. Есть разная сложность. We will start from elite and see how it goes. Начнем с elite и посмотрим, как все дальше будет продолжаться. And we have four campaigns. У нас четыре кампании. For Marine, The Cosmopehotos, Spawned Zergs Campaign. У нас есть кампания зергов. Machine Asylons Campaign. Собственно, кампания сайлонов машин, которые немного похожи на протосов, но только машины. Gray Campaign. Ну и, собственно, серые инопланетяне налетающих блюдца. But before that, we are going to Encyclopedia and let's learn other sites. Но прежде чем мы продолжим, изучим другую сторону конфликта. Let's learn the zergs. Давайте изучим особенности зергов. Queen. Королева. Queen of New Orleans. У нас королева из Нового Орлеона. The queen is a rapacious rapid breeding machine that can consume corpses and lay eggs. Королева у нас злобное, быстро плодящееся существо, которое поглощает трупы и откладывает яйца. The eggs will rapidly grow and hatch into one of the other spawn units. Яйца быстро растут и превращаются в одного из воинов-зергов. The unit hatched in determined at a random, but each type of progeny has its uses. В общем-то, те твари, которые появляются, определяются случайно, но каждый тип появляющегося существа имеет свои особенности. The queen is a tough and has a devastating bite, capable of destroying solid walls, but she should be protected from enemy attack as much as possible. Королева достаточно прочна и может своим укусом уничтожать крупные стены, но тем не менее ее нужно беречь как зеницу ока как можно сильнее. Yeah, it's endurance 95, здоровье у нее 95, cost 4, цена 4. Armour to speed? Well, that's like ok speed. Скорость достаточно нормальная такая. Ok, vision range, she's low in range. Она очень недалеко смотрит. And it looks like on the battlefield it looks more like a brain bug from the Starship Troopers. И на карте она больше похожа на мозгового жука из Звездного десанта. It's corpses, сожрет трупы, lays eggs и ложит яйца. Large, она большая. Drone. Ну, это у нас дрон, да. The drone is a very fast and a girl killing machine, so it is like Zerling. Вообще-то, это дрон у нас очень быстрая и выносливая машина убийства. В общем, это Zerling. It will run towards its target and attack with its large jaws, made all more lethal by the exhortations of acidic salvia capable of penetrating armor. Он бежит к цели и атакует ее большими зубами, которые более летальны благодаря покрытию кислотной слюной, способной пробивать броню. It is relatively well armored and tough for a spawn unit, but needs to surprise its victims at a close range to be sure of a kill. Он достаточно хорошо защищен и крепок для зергов, но ему нужен эффект неожиданности для того, чтобы уничтожить такие врага и хорошо его убить. So, it's very cheap, он очень дешевый, one cost, 23 endurance, 23 брони, speed 4, so this is right now the most fast unit. В общем, у нас вот этот дрон Zerling самый быстрый боевой единицы, 7 damage, 7 урона, well, that's pretty ok, достаточно хорошо. 24 vision, 24 метра видения. Well, right now the zergs are the most low observation. Пока у зергов самая нижняя, ну самая низкая наблюдательность, да. Splatter, kamikaze, ну можно его назвать этого самого, как в Майнкрафте, я забыл, который взрывается, криперы, да, крипер. It's only purpose in life is to find enemy units, rush towards them and explode. Его единственная цель в жизни это бежать к врагам и взорваться. It will gladly sacrifice itself for the good of the swarm hive, swarm hive, yeah. Он с радостью пожертвует собой ради, собственно, роя, да, как зерлинги, да, зерлинги, like, yeah. Не зерлинги, а как они называются, которые камикадзе взрываются. Брудлингс, брудлинги, по-моему. Splatter needs to be deployed with care, because they can be dangerous to other members of the spawn crew. Криперов нужно использовать умом, потому что они представляют опасность для других членов роя. They can be devastating when exploded in the midst of a group of low armored units. А они очень смертоносны, когда взрываются в центре малобронированной группы. This explosion damage 16, detonation on command. В общем, он наносит 16 урона, so that's explosion like the missile tank and IE of the machines. Это вот такой же урон, как взрыв танка самоуничтожения или у этого самого искусственного интеллекта. И он взрывается по команде. Cost 1, цена 1, Endurance 18. Speed is not that great. Скорость не очень большая. Like 12 vision, that's low, очень низкое видение. I think that speed 4 would be okay. Я надеюсь, скорость на самом деле ему надо было бы 4 сделать. The goose spitter fires a bouncing gooey blue ball that explodes on impact, covering the surrounding area with acidic goo. В общем-то, плеватель выпускает прыгающие, скачущие шарики кислоты, которые взрываются по касанию и заляпывают все вокруг кислотой. So, that's like analog of the Marines' grenadier with a grenade launcher. На самом деле, он аналог этого самого гранатометчика у космопехоты. Any units caught in the goo are immobilized and will suffer some minor damage from the acid. Все боевые единицы, какие попали в вот эту слизь, обездвижены и будут получать небольшое повреждение кислотой. Интересно. Fortunately for its victims, the acid content of the goo causes it to decay and dissipate after a short period of time. На радость жертвам, кислота слизи постепенно разлагается и исчезнет со временем. Ну, это пару ходов. So, that's the skip few turns by the enemies. Пропускают пару ходов враги. Drones are genetically adapted to run over the goo without getting trapped, and flying units are also unaffected by goo. В общем-то, зерлинги генетически адаптированы к тому, чтобы бегать по этой кислоте, поэтому эта кислота не задерживает. А летающие войска также не... ну, то есть, эта кислота не воздействует на летунов. The goo spitter will die after it has released its limited supply of goo balls, but it will have served the collective well during its limited existence. Плевальщик сдохнет, когда выпустит все количество слизи, но к тому времени он отлично послужил Рою, и поэтому хорошо, что он сдох. Ну, в общем-то, выплевывает кислотный шарик, который наносит два повреждения и останавливает войска врага. Помирает, когда заканчиваются патроны. So, he has two... ten... goo balls. У него десять патронов, so that's, like, ok. Ну, нормально. Cost 1, цена 1, speed 3, скорость 3. So, maybe that's ok. Ну, наверное, нормально. Buzzer. Летун. Муха. Окей, the buzzer is a small winged drone that can move rapidly and squeeze through windows. Жужжалка... А, жужжалка, вот как правильно, да. Жужжалка — это маленький летающий зерклинг, который может передвигаться быстро и пролетать через окна. It can attack with its fangs, but it's quite weak compared to other aliens. Он может атаковать своими клыками, но они достаточно слабы по сравнению с другими зергами. It can be used to scout enemy positions and pick off isolated enemy units. Его стоит использовать для разведки, а также атаки изолированных, одиночных бойцов врага. As with drones, the buzzer will need to avoid enemy fire before going in for the kill. Как и с зерлингами и жужжалки, нужно избегать огня противника, чтобы убить кого-то. Flying. It can fly. Он может летать. Cost 1. Цена 1. Speed 5.2. So that's the most fast unit in the game. Вот у нас самый быстрый стрельбовая единица в игре. Vision 40. So there's a distant vision range. У него достаточное зрение, мы видим. Spiker, Shippoon. The Spiker was genetically adopted to respond to the machine threat and is the only spawned unit with the range compatibility. Shippoon генетически приспособлен для борьбы с машинами Cylons. И это единственный, ну как бы, боец роя, который может стрелять на дистанцию. The acid-filled spikes, propelled from its tail, are powerful and effective against armored units. Кислотные шипы, которые он выстреливает из своего хвоста, это мощное эффективное оружие против брони. It doesn't have a great deal of accuracy and is best used in supporting combined attacks at a short range. У него достаточно плохая точность и лучше всего он работает в составе других войск на ближнем дистанции. Once a spiker has discharged all of its spikes, it will die, having fulfilled its only purpose in life. Как только Shippoon выпустит все свои шипы, он сдохнет, выполнив единственное назначение в своей жизни. So cost 1, цена 1, endurance 18, броня A-18, speed 3, скорость 3, ammunition 26. Okay, that's decent amount of ammunition. Достаточно нормальное количество патронов. So what we can say from judging from the spaw, the swarm? Что мы можем сказать о зергах? So the rags are fast. Зерги быстрые. They have a medium-sized armor. У них среднего уровня броня. A little bit more than medium. Немного больше, чем средняя броня. They have a good damage. У них достаточно хорошее повреждение. But all they are disposable and very cheap. Они также все очень расходный материал и очень дешевые. Like a queen can spawn a lot of zergs. Королева может много противников переедать и, собственно, увеличивать количество своей орды. В общем, спамить количеством. So they are used with quality and speed. Они рассчитывают на quantity and speed. Они рассчитывают на количество и скорость. Окей, let's go to the last grays. Переходим к серым. Sentry. Охранник. Sentry. Sentry is a basic foot soldier of the Great Collective. Charged with protecting the higher orders on the battlefield. Охранители. Охранники. Это базовые солдаты серого коллектива. Инопланетян. Которые защищают инопланетян высшего порядка на поле боя. It is a guile stealthy and can move as quickly as a human. Они выносливые, незаметные и двигаются настолько же быстро, насколько и люди. It is equipped with a rapid firing moderately powered warp blaster gun. Они вооружены быстростреляющим, средней силой, искривляющим бластером. The mysterious grays are protected by an energy shield, which will absorb the damage of any weapon, but the expense of draining power. В общем-то, серые используют для защиты энергетические щиты, которые поглощают урон от любого оружия, но в то же время расходуют энергию. The power supply is represented by the grace ammunition rating and is depleted by both weapon firing and absorbing damage. В общем, энергия, запас энергии у серых представлен шкалой амуниции, и он расходуется, когда по ним стреляют, и точно так же, когда они сами стреляют. The power is recovered slowly over time, but the regenerators provide a faster recharge. Энергия восстанавливается очень медленно со временем, но можно ее быстро перезарядить с помощью регенераторов. Energy shield. У него есть энергетический щит. Cost 1, цена 1, endurance 8, жизни 8, меньше всего. Damage 6, урон 6, окей, so. Weapon range, large weapon range, большой радиус оружия, like medium type of accuracy, средний уровень меткости. And like 11 charges, у них всего лишь 11 зарядов, so they are low on ammo, у них не хватает брони. The guardian, хранитель. А, то есть это sentry. Sentry, ну это у нас сторож будет, это хранитель. Окей, so this is guardian and then sentry. The guardian provides both protection and stealth for gray in incursion squads. Хранитель обеспечивает защиту и невидимость для штурмовых подразделений серых. A specially trained gray unit drives a small vehicle equipped with a very heavy but powerful cloaking shield. Специально тренированный серый управляет небольшим транспортом, оснащенным очень тяжелым и очень мощным маскировочным щитом. Этот щит обеспечивает защиту для всех подразделений в радиусе 6 метров и значительно снижает заметность для врагов. When it is activated, the cloaking shield drains energy at a steady rate. Когда стелс щит активирован, он в среднем темпе израсходует энергию. Energy will also be drained by weapon damage, but the units within the shield will be safe. Энергия также тратится при попадании в щит, когда по ним стреляют, но войска, которые внутри, будут защищены. The guardian is also armed with a powerful short-range war blaster for breaching walls. Хранитель также вооружен мощным искривителем-излучателем ближнего радиуса для пробивания стен. Cloaking shield radius 6 метров. Маскировочный щит, радиус 6 метров. Silco Street, Senna 3, Endurance 25. Oh, good armor. Достаточно хорошая у него броня. 60 ammunition, 60 энергии. So you can sustain much damage. Он может очень много урона выдержать. Warper. Искривитель. The warper is equipped with one of the most advanced pieces of great technology. The warper launcher fires a guided missile, which can be directed around obstacles toward its target via telephatic commands. Искривитель оснащен одним из самых продвинутых вооружений серых. Искривитель выстреливает управляемые снаряды, которые можно управлять, огибая препятствия и прицеливаясь в заданную точку с помощью телепатических команд. Когда искривляющий снаряд достигает точки назначения, он взрывается, генерируя микро-черную дыру. This results in a powerful implosion, destroying or damaging terrain and units within its area of effect. Это приводит к мощному взрыву, который уничтожает и повреждает окружение и все единицы, всех существ, которые находятся в зоне поражения. However, the power of the implosion diminishes the further warp missile travels. Но энергия взрыва понижается с тем, на какое расстояние двигается самонаводной снаряд. Energy shield, энергетический щит. So, cost 4, цена 4, endurance 8, выносливость 8, damage 20, повреждение 20, weapon range 100 метров, сможет на 100 метров стрелять. So, I guess that's long, это очень далеко. 16 ammunition, 16 ammunition. So, that's an analog of the missile launcher of the machines and the rocket and the grenade launcher of the marines and the gull launcher of the swarm. It is the most strong unit of those. В общем-то, на самом деле, искривитель это самый сильный, это аналог гранатометчика космопехоты, плевателя этих самых зергов и ракетницы машин. Но у него, во-первых, хорошая скорость передвижения, 16 брони дополнительной из-за щита, и он может стрелять управляемыми снарядами, да, которые сами находят цель. Ну, это вообще жесть. So, that's our power unit. Самый мощный боевой единица пока. Психик телепат. Психик телепат кибернетически улучшенный серый, который может, оснащенный псионическим проектором, который позволяет обнаруживать мозговую активность и управлять мозгом на небольшой дистанции. A successful attack will injure the victim slightly and allow the psycho to see through its eyes, revealing the position of other units. В общем, успешная атака повредит жертву и также позволит телепату посмотреть через глаза жертвы, увидев, что она видит вокруг, и тем самым обнаружив врагов. To execute an attack, the psycho must select a target point to focus on. Для исполнения атаки телепат должен сфокусироваться на какой-то определенной точке. The closer a unit is to the target point, the more likely the attack is to be successful. Чем ближе вражеский боец к точке концентрации телепата, тем более успешна может быть атака. Energy shield, psionic attack. Энергетический щит и псионическая атака. Cost 2, цена 2. Ammunition 11. Броня 11. So, like now, the greys units are most overpowered. Но пока у меня складывается впечатление, что, собственно, серые инопланетяне наиболее сильнее всех остальных. The saucer is a battlefield version of the greys interplanetary craft, but operated by a single pilot and limited to ground assault operations. NLO – это боевая версия межпланетных летающих тарелок, серых, приспособленная для управления одним пилотом и ограниченная только для наземных операций. It is an expensive but powerful combat unit with a substantial energy shield. Это дорогой, но очень мощная боевая единица, оснащенная мощным энергетическим щитом. The saucer is fast and agile and can fly over minor obstructions, but it is still restricted due to its large size. Летающая тарелка быстрая и выносливая, может преодолевать маленькие преграды, так как она летает, но все еще ограничена из-за своего большого размера. It is equipped with a rapid-firing powerful warp blaster cannon and can also supply other greys units with energy from its own reserves. Ох, ничего себе! В общем, она оснащена быстростреляющим мощным искривлительным излучателем, а также может перезаряжать энергией всех серых в округе. Like most other greys units, the saucer will recover a small amount of energy over time. Как и все серые инопланетяне, летающая тарелка со временем восстанавливает небольшой запас энергии. Energy shield, энергетический щит, resupply energy. Переоснастка энергии. Cost 5, цена 5, speed 3.6, so this is the third speed units in the game. Это третий по скорости боевая единица в игре. Ammunition 100, у нее 100 энергии. So, like now we have the, so the greys have the moving HQ that can resupply with energy any units. It has like a small amount of armor, but it can also fire and have the shield. So with the shield it has 115 endurance. And that's like very deadly. В общем-то, у инопланетян прямо вообще полный овер-повер. То есть у них бункер, мало того, что перемещается через преграды, поскольку летает, так он еще стреляет. И у него 115 брони. Ну то есть это вообще что-то неубиваемое. Something unbeatable. Regenerator. The Regenerator is a teleportation portal and an energy conduit connected to grey orbital motherships. Regenerator это телепортационный портал, а также энергетический проводник, который передает энергию с материнских кораблей на орбите. This unique technology allows the greys to advance deep into hostile territory with very few combat units. Эта уникальная технология позволяет CRM продвигаться в глубь вражеских рядов несколькими боевыми единицами. The energy is transferred via subspace warp beam to smaller collector unit deployed in the tactical missions undertaken by grey inclusion squads. В общем-то энергия передается с помощью подпространственного искривляющего луча в малые сборочные единицы, которые размещены в разных... Которые размещены, собственно, спецподразделениями серых в боевой миссии. Any grey warrior can restore its energy rapidly by occupying the Regenerator beam. Любой серый инопланетянин может восстановить свою энергию моментально, заняв один из регенерационных лучей. Grey units will automatically teleport between two Regenerator units if each provides a faster route to a destination. Серые инопланетяне автоматически будут телепортироваться между двумя регенерационными лучами, если это более быстрый способ перемещаться. Teleportation. Телепортация. Cost 1. Цена 1. Endurance 25. So, it teleports and it regenerates energy. То есть у нас... So, the Grey has two types of recharging energy. У серых есть два способа перезаряжать энергию. The Regenerator and the Psy and the Sorcerer. В общем, мало того, что у инопланетян два способа перезаряжать свои энергии, своих боевых единиц с помощью летающей тарелки и регенератора. But all the alien technology is so overpowered with so unique abilities that is so strong. И на самом деле, вот именно серые инопланетяне самые сильные здесь, потому что у них самые сильные боевые единицы с уникальными способностями. So, they have two rechargers, the teleportation ability. They can shoot on random trajectories with their projectiles. They all have shields. They can use the Psyker in order to damage units through the walls and see through the enemy's eyes. They have additional shields, so they have the most overpowered. Да, они наиболее сильные. But we will see in the next episode the first fight. A little long and prosper. Ну, увидим первый бой уже в следующем эпизоде. Живем и процветаем.